А теперь вернёмся в зал суда. Истец Наталья Коротченко подаёт иск о возврате денежной суммы в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей. Ответчик Марина Воронцова иск не признаёт и считает, что все требования истца уже были выполнены. Дело в том, что мой зять и Марина Павловна получили в наследство двухкомнатную квартиру от их матери, которая умерла. В этой квартире проживала моя дочь и зять. Марина Павловна была не очень заинтересована в этой квартире и как бы хотела получить часть своей доли в денежном эквиваленте. Зять обратился ко мне с просьбой дать эти деньги в долг. Я подумала, подумала и решила, что дам эти деньги, у меня есть внук. И как бы часть, ту часть, которая должна была принадлежать Марии Павловне, чтобы потом зять переписал на моего внука. Всё вроде бы нормально, всё получалось. Марина Павловна с деньгами, зять с квартирой, и часть в этой квартире принадлежит моему внуку. Я была очень спокойна и как бы всё хорошо. Но вдруг резко обстоятельства изменились. Мой зять разводится с моей дочерью, продаёт квартиру, и в результате я оказалась и без денег, и без квартиры. Так, истец, тогда определитесь, пожалуйста, будьте добры, из обстоятельств, которые вы изложили. В этой расписке можете сказать мне конкретно, что написано? В этой расписке написано... Читайте, читайте. Она нотариально заверена. Ответчик, у нас расписки не заверяются, нотариально не придумывайте. Договоры займа, да. Я, Воронцова Марина Павловна, подтверждаю факт получения денег в размере миллион двести тысяч рублей от Коротченко Натальи Владимировны. Взамен беру на себя обязательство отказаться от своей доли на следствие матерю в пользу брата Воронцова Сергея Павловича. Понятно. Воронцов Сергея Павловича доля одна вторая оформляет своему сыну Степану Сергеевичу Воронцову. Понятно. Документы мне дайте, пожалуйста. Ответчик, скажите, подождите. Ответчик, вы знаете, что у нас есть 1158 статья Гражданского кодекса Российской Федерации, которая устанавливает, отказ от наследства является правом наследника, не его обязанностью, ровно как и принятие наследства является правом, а не обязанностью. То есть я могу принимать наследство, могу не принимать наследство. Могу отказаться от наследства, могу не отказываться от наследства. У меня к вам вопрос. Статья 1158 устанавливает, и когда вы составляли отказ от наследства у нотариуса, нотариус под расписку вас предупредил о последствиях отказа от наследства. Так статья говорит о том, что отказ от наследства с оговорками или под условием запрещается. Отказ от наследства, совершенный под условием или с оговоркой, является недействительным. Истец предоставила письменное доказательство. Ваша собственноручная расписка, которая подтверждает, что вы отказались от наследства под условием. То есть ваш отказ от наследства является недействительным. Ваша честь, ну, во-первых, с иском я не согласна. Считаю, что все требования выполнила. И сейчас я объясню, вот на каких основаниях. Дело в том, что на эту квартиру я действительно никогда не претендовала. Мне она была не нужна. Соответственно, я согласилась на предложенный вариант Натальи Владимировны. Хотя изначально я даже свой предлагала, более простой, чтобы мы ничего не усложняли. Допустим, я вступаю в права на долю квартиры своей матери. Затем уже переоформляю либо там дарю, либо сыну, вот своего брата, либо брату. Мне это не важно. Я не заинтересована в этой квартире. Вот, но Наталья Владимировна сама предложила вот эту схему, по которой якобы я должна была именно отказаться от своей доли за определенную сумму. То есть это было условие Натальи Владимировны. Это ваше было условие. Я была готова в любом случае. Вы сразу сказали, что вы не претендуете на квартиру. Я не претендула, мне она была не нужна. Вам нужны деньги были. Вы деньги получили, расписку получили. Что вам еще нужно? Вы сами предложили деньги. Да, но вы согласились. Я была согласна на любой другой вариант. Изначально я предлагала тоже другой вариант. Опять же, к этому варианту также я консультировалась со своим братом. И он тоже настоял, что этот вариант будет оптимальным. Собственно говоря, меня фактически втянули в эту историю. Хотя я тут вообще не заинтересованное лицо. Конечно, деньги взяла, миллион двести. Не заинтересована, ничего себе. Да, это получилось таким образом, что за отказ в моей доле на наследство моей матери. А я могла просто войти в наследство и затем уже сама решать. Вы знаете, какие-то, правда, такие очень сложные построения, я не очень хорошо понимаю. Но все были согласны с этим. Но сейчас вы не согласны? В данном случае... Я не согласна, потому что она мне деньги должна вернуть. Вот какие-то... Хорошо, я полностью согласна на все. Подождите, на что вы согласны? Я считаю, что даже если в случае того, если этот отказ будет недействительным из-за того, что существует неправильно оформленное условие, присутствие денежное, в таком случае я не буду отказываться от доли на квартиру, на наследство от моей матери. И мы с братом будем наследовать, а дальше я буду отвечать за свою долю самостоятельно. А что вы будете наследовать, если он уже оправдал эту квартиру? Нет, квартира будет взыскивать, будет востребована. В хорошем случае я не буду отказываться от своей доли. Ну, то есть в конечном итоге, мне сейчас очень сложно прогнозировать, все будет зависеть от того, какие доказательства будут представлены сторонами, но может получиться ситуация, при которой ваш брат будет вынужден как бы возвращать деньги по сделке тому добросовестному приобретателю. Вполне возможно, либо компенсировать вам половину стоимости вашей доли. Да, потому что теперь тогда, если я не буду отказываться от доли, либо я, конечно, подумаю, собственно говоря, мне эта квартира не нужна. Но у моего брата как бы тоже своя точка зрения, и в том числе деньги, которые Наталья Владимировна передавала мне за мою долю, они сейчас тоже находятся у брата, поэтому я прошу его пригласить как свидетеля, потому что у него свое видение. Нет, я не могу его как свидетеля, он сторона по недействительной сделке в этой ситуации, поэтому вы определяете его процессуальное положение как свидетеля, конечно. Вы знаете, еще дело в том, что Наталья Владимировна утверждает, что она требует деньги, а деньги сейчас в любом случае находятся у брата. И в конечном итоге это придет к брату-ответчика. Он будет основным, кто должен будет, либо, если тот покупатель докажет, что он добросовестный, возвращать половину стоимости ответчику, как стоимость ее доли. Да, это моя доля. Либо, если там человек не захочет участвовать в... Расплачивайте мне мои миллион двести, а мне все равно. У меня нет сейчас ни денег, ни доли. Ответчик, вас нотариус предупредила, предупредила, что когда вы совершаете отказ от наследства, последствия этого отказа. Почему при этом вы пишете такую расписку? Вы вот здесь явно идете на нарушение закона. В таком случае Наталья Владимировна хотела меня подкупить этими деньгами, чтобы я отказалась от наследства. А скажите мне, пожалуйста, а почему у нотариуса нельзя было на русском языке сказать? Вы знаете, у меня каких-либо интересов к этой квартире нет. И мне не очень хочется идти на отказ от наследства, потому что в последующем отказ от наследства обжалуется только в судебном порядке. Нельзя прийти к нотариусу и сказать, я отказываюсь от того, что я раньше написала заявление. Вот скажите, пожалуйста, можно ли сделать так? Составить соглашение между наследниками, да? Поскольку у нас нет спора о составе наследуемого имущества, мы не спорим по поводу долей, мы считаем, что они равны, да? У нас нет никакого спора. Можно ли составить соглашение, при котором мне второй наследник денежным эквивалентом компенсирует стоимость моей доли? Он нотариус пишет. Соглашение между наследниками. Вы знаете, дело в том, что мой брат настоял именно на этом варианте. Он сказал, что никаких проблем не возникнет. И я ему тоже доверилась, поверила, потому что я привыкла доверять своему брату. Он сказал, что он все проверил, и что вот такой вариант оптимальный будет в данной ситуации. Наталья Владимировна согласилась на это. Поэтому я не понимала вообще, какие сложности могут возникнуть из-за этого. И, собственно говоря... Договорились между собой. И нету ли меня просто... По значительному суду удаляется для принятия решения. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, рассмотрев представленные документы и доказательства, заявленные исковые требования, удовлетворяет и взыскивает с ответчицей в пользу истицы денежную сумму, которая была передана за отказ от наследства в пользу другого лица и за обязательство дарения другим лицом доли квартиры непосредственно внуку истицы. Суд удовлетворяет заявленные исковые требования, потому что данные ответчицы обязательства не соответствуют требованиям закона. Ответчица согласилась отказаться от своей доли наследства в пользу своего брата при условии выплаты денежной суммы. Закон не допускает отказа от наследства с оговорками или под условием. Из представленных суду доказательств следует, что ответчица дала обязательства за другое лицо, а именно за своего брата. Вы не только отказались от наследства в противоречии требованиям закона под условием, но и, кроме того, дали обязательства за другое лицо. То есть вы гарантировали, что ваш брат осуществит договор дарения внуку истицы. То, чего вы также не могли сделать, поскольку вы не вправе принимать на себя обязательства по распоряжению другим лицом, собственности, а в данной ситуации у него возникло право собственности в порядке наследования по закону на одну-вторую долю, поскольку вы отказались от наследства в его пользу. То есть в данной ситуации и это обязательство не соответствует требованиям закона. При таких обстоятельствах суд взыскивает с вас 1 миллион 200 тысяч рублей как денежную компенсацию по там долговому обязательству, которое представлено истицей. И исходя из того, что ваш отказ от наследства является сделкой ничтожной, как нарушившую требования статьи 1158 Гражданского кодекса Российской Федерации, запрещающей составление отказа от наследства оговорками или под условием. Поскольку данная сделка признана ничтожной, она ничтожна именно с момента ее совершения, то есть с момента отказа вашего от наследства именно этот момент является моментом самой ничтожной сделки. Ничтожная сделка не порождает никаких правовых последствий. То есть как ничтожная сделка, она не породила последствий именно в возврате 1 миллиона 200 тысяч рублей, именно как бы за неисполнение тех обязательств, которые вы взяли на себя. Поэтому в данной ситуации, поскольку и первое, и второе ваше обязательство ничтожно, оно нарушает требования закона, то, следовательно, у вас перед истицией существует исключительно и только долговое обязательство в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей. Вы имеете право истребовать указанные денежные средства непосредственно с вашего брата. Поскольку, раз сделка ничтожна, у вас восстанавливается ваша 1-2 доля, как ваша наследственная доля, и, следовательно, продажи вашим братом квартиры следующему приобретателю, он выступает как неуправомочный отчуждатель. То есть он распорядился долей, которая ему не принадлежит, и поэтому либо ваш брат в добровольном порядке компенсирует вам стоимость этой доли, это ваше право договариваться, либо вы предъявляете исковые требования к тому человеку, который приобрел эту квартиру, об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Это понятно, ответчик? Понятно вам, истец? Понятно. Истец и ответчик, суд огласил свое решение, дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА